Здравствуйте, дорогие друзья! Снова с вами Сергей Стилавин из медиа-студии газеты «Известия». Внимательный зритель моего видеоблога заметил, что я уже за время просмотра видеозарисовок из Германии покрылся растительностью. В народе она именуется «бородой и усами». Но, слава богу, на этой неделе мы заканчиваем знакомство с нашим германским путешествием. Осталось посмотреть три финальные серии, включая последнюю, которая иллюстрирует чудовищные условия передвижения немецкого и европейского населения в обычных гражданских междугородних электричках. Это кошмар! Дождитесь финала недели. Ну, а сегодня мы просто продолжаем. Давайте приступим! Маша, это самый модный клуб? Погоди, убери фотоаппарат. Это самый новый, самый инновационный ресторан. Закрытый? Нет, он открытый, просто он открыт. Бывает только по выходным. Для нас специально сегодня открыли, чтобы... Это в каком году сделано все? Это, по-моему, совсем новый. Все такое розовое. Это шелковая часть ресторана. Здесь принято есть лежа на диване. Прям лежа? Да. Ну, посмотрите. И так, что он и так, что он не любит. И так, что он встретил Марио Лунинг, наш chef cook. И он уже сказал, что мы сделаем что-то новое. И это первый бельт ресторан в мире, который имеет 1-star Michelin. Это очень специально. Это компьютер. Да, это аквариум. Это просто свет. Ребята, это не настоящий аквариум. Это чисто при помощи компьютера. Вот мягкие подушки. Здесь просят людей снять обувь. Нас сейчас не попросят. Они надевают вот эти тапочки. Тапочки. Угу. Я-я. Фуд-фетиш. I understand. Может быть, да. Дорогие друзья, к сожалению, камера не передает всю картинку на стенах, которые выполнены в форме подводных таких ракушек, проецируется кино. А здесь, соответственно, за 750 евро можно арендовать индивидуальную порно-кабинку. В стоимость этой кабинки входит водка, шампанское на всю ночь. 750 евро. Кожаные такие диваны. Вот уже два извращенца оккупировали. Вы не входите? Это просто бонус от ресторана. Ну, а там за стеной, видимо, какой-то оранжевый зал. Вот здесь вот этот розовый бар, который мы видели. Стойки, в которых светятся огоньки. Там внутри какие-то растения типа напринцованные. На стене такая же штука. И вот как раз вот эта комната, где занимаются сексом. Свет там внутри выключается, и люди предаются плотским утехам. А сейчас, дорогие друзья, мы находимся в туалете этого прекрасного клуба. Вы знаете, об уровне благополучия можно судить по состоянию сантехники. Стройными рядами писсуары стоят. Но самое главное, самое примечательное, это рукомойники. В зеркала перед ними вделаны жидкокристаллические дисплеи. Можете себе представить уровень такого ночного заведения. Дорогие друзья, ровно через неделю после начала нашего путешествия И разбитый, как фриц под Сталинградом, злой, просто охреневший Рустам Бахидов Был привезен в какую-то странную местность. Смотрите, здесь находится полуоптовый магазин, жрачки и прочие хреноты. И, наконец, родные, посмотри, как это напоминает родные просторы советской безхозяйственности. Какой-то завод, какая-то старая обойная фабрика, где творит свое черное-причерное дело «Человек, обученный искусству граффити». В общем-то, это место ничем не отличается от тех сотен и тысяч заводов, которые мы привыкли видеть на нашей родине. Тяжелой походкой Рустам направляется ко входу. Посмотрите, какое чудесное граффити. Рустам, передайте, пожалуйста, эту позу рядом. Рядом, рядом, рядом. Похоже, похоже. Но без настроения, да, Рустам? Вот поэтому и не было настроения, что было. Расскажи, малыш, как ты себя чувствуешь? Очень плохо. Да так же, как и ты себя. Малыш, ты видишь голову, брат? Какая замечательная голова. В среднеевропейской национальности, я так понимаю. Сейчас покажу. Вон она. Наконец, мы попали внутрь фабрики, которая не работает уже 40 лет. Здесь внутри какие-то ужасные аппараты. Граффити. На стенах какие-то краны. Вот это ужас. Наконец, мы заходим в студию Фрикс. Вот так вот. Давай, ребят, расслабимся. Отлично. Как это? Как это? Не, Володя, овладей. Овладей им. Овладей. Малыш, ну овладей инвалидом. А инвалид, дошел, дошел. Между прочим. Кайф, кайф. Пойдем тебе, покажу офис мужчины. Отлично. Офис. Прекрасно. Прекрасное кино. Только представьте. Какой срач, а? Кайф. И посудомоечная машина. 40 лет эта фабрика не работала. Смотри, какая прелесть. Вы представляете? Когда же она откроется? Она открылась. Инвалид, как тебе в этом костюмчике-то? Мне нравится. Очень хорошо. Очень. Дорогие друзья, вот и меня заставили переодеться. Проходите, Маша. Андреас. Хельф Мир Витте. Маша Цурюк Цукобан. Я. Отойди подальше. Вот это костюм настоящего графичи. Сейчас мы посмотрим, в какой студии все это происходит. Давайте посмотрим. Маша, вам спасибо отдельно. Я. Я. Гимби. Бомбон. Бомбон. Так, что здесь они делают, эти наркоманы-насильники? Гомосексуалисты, шпана. У меня засада. И наизнанку эта хокрель. Когда повесил, я решила ее надеть. Ты смотри-ка, что у них тут. Это мастерская. Здесь новое инструмента. Балгарки. Не знаю, там... Экскурсию проводит Булкин. Это станок токарный. Так. Да, токарный сторон. Покажи мне заднюю бабку. Вот эта задняя бабка должна быть. Так. Ну. А передняя? А передняя бабка. Так, что еще? Тут видишь знакомого. Булкин, ты же звукоинженер. Как ты можешь? Это тиски, например. Это шлифовальная машина. Плоско-шлифовальная машина. Угу. А вот это что такое? А это лобзик. Электрический? Да, но он стоит. Это аналит. Пойдем. 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 Штиф. Господи. О. О. Господи. И что у вас тут? Посмотрите на кончайшие пистолеты. Это для аэрографии машин? Для картин подходит. Ага. А вот и картины. За такие картины сажать надо. В тюрьму тебя, брат. Да? В тюрьму сядешь? О, отлично. Понимает. Вот, товарищи. Некоторые работы этого мастера ножа. Это пора. Ну, не надо издеваться над художником. Не надо. Ого. Литус, смотри. Это ты в молодости. А? Я в старости. Наверное. Чем не ты? Ну-ка давай сострой такую же рожу рядом. Не умею. Ау. Ау. Маша, надевайте, пожалуйста, эти наряды. Итак, дорогие друзья, подневенечное платье. Прекрасное. Прекрасное платье. So, show me, baby. Как ты, малыш, малыш? Да нет! Более. Ну, я сомой зашел. А что? Даже в ПДУ. Ага, это он, Джужиб? Баби, что цена этого баллоны в Германии? Нормальный цена, если вы идете в магазин, это около 3.50 евро. 50? 3.50 евро. А, 3.50 евро. Если вы его платите... Но это вы разрушили, да? В прошлые годы я разрушил. Дорогие друзья, это была очередная серия видеозарисовок из нашего путешествия по Германии. Завтра предпоследнее. Это был Сергей Стилайн из медиа-студии газеты «Известия». Прощаюсь до завтра. Пока.